Бои по правилам или без? Бои по правилам или без? Буквально час назад в Нижнекамске задержан предполагаемый убийца Гульшат Котенковый. По информации наших источников, мужчина неоднократно судим за изнасилование. Ему 37 лет и места лишения свободы он покинул только этим летом. В самом городе сегодня простились 28-летние погибшие. Проводить ее в последний путь к соборной мечети города пришли сотни людей. Это родные, друзья и даже незнакомые, но тронутые произошедшие трагедии нижнекамцы. Напомним, девушку-зверски убили два дня назад в лесу во время лыжной прогулки. Ночью ее тело с 11 ножевыми ранениями нашли полицейские и волонтеры. Бои по правилам или без? Казанская прокуратура проводит проверку уличных боев, которые проходили в бывшем здании фабрики Алафузова. Зрелищные драки. Приходили смотреть сотни зрителей. Была информация о том, что в боях участвуют несовершеннолетние. Так ли это? С организаторами, участниками и владельцем здания сегодня пообщалась Анна Городнова. Это комплекс зданий до революционной постройки. Раньше здесь был кожевенный завод. Долгое время здания пустовали. В 2013 году их выкупил казанский предприниматель и начал создавать здесь креативное пространство. В лофте собирались дизайнеры, художники и архитекторы. А в сентябре здесь появился и бойцовский клуб. Там, конечно, адреналин, эмоции. Приглушенный свет, под ногами песок. Все как в фильмах об уличных боях. Андрей Питулов, собственник здания, сдавал помещение в аренду. Как сам рассказывает, он не сразу согласился на проведение здесь боев, оговаривая с организаторами, что все под их ответственность. Теперь на владельце здания заведено административное дело. По претензии в основном от МЧС. То есть по факту, потому что они пришли, посмотрели, что действительно здесь нет пожарной сигнализации, что здесь выход не такой, что здесь лестница опасная, что здесь они обогревали газом. Ну, то есть, да, это ко мне, как представителю площадки, то есть все справедливо. Организаторы турнира «Стрелка» проводят подобные турниры более чем в 40 регионах страны. Открыто рекламируют и приглашают в социальных сетях. Вопросы у прокуратуры есть и к ним. На каком основании проводились бои? Должны ли платить налоги с продажи билетов? И привлекали ли к дракам детей? В боях без правил участвуют бойцы, возраст которых составляет 18 и выше лет. Каких-либо несовершеннолетних детей в ходе боев установлено не было. Руслану Махмудову 19, проверял себя на храбрость три раза. В жизни он обычный парень, которому захотелось экстрима. Я считаю, что абсолютно все законно, мои права никак не нарушены. Права моего оппонента тоже. Мы вместе лежали, потом болтали о том, как прикольно, может, повторим. Большой, чтобы проверить свой моральный дух, вспомнить, что это такое. Никаких доходов с этого турнира никто не поимел. Это мероприятие для продвижения спорта в России. Федерация единоборства Торстана к этим боям отношения не имеет. По их словам, ничего общего со спортом здесь нет. Люди делают деньги. К тому же весовые категории любителей не всегда учитываются. Поваром молодой парень дрался. Понимаете, как бы, это может быть его какое-то такое, знаете, а давайте-ка я его всем докажу. А один пропущенный удар в голову коленом, например, может просто его на всю жизнь инвалидом сделать. Организаторы на все претензии отвечают. Все законно, работают по франшизе. На ринге дежурит врач, а в зале охрана. Смешанное единоборство. По правилам, ну, ударной техники, опять-таки, правилам ММА, все, в принципе, то же самое. Все это соблюдается. То есть там нет никакого избиения, песок в глаза, битые стекла. Деньги от продажи, по словам организаторов, шли на оплату услуг фотографов и операторов. В самом же здании до устранения нарушений массовых мероприятий не будет. А вот инициаторы турнира уже ищут новое помещение для кулачных боев. Анна Городнова, Алина Музина, Алла Рыкова, Марат Зайдулин, Рамзили Гарипов, ТНВ, Казань. Спорная тропинка довела соседей до суда. Для одних позволить обустроить дорогу, значит, лишиться части дома. Для других конфликт уже стал делом принципа. Гульсина Ибрагимова, жительница поселка Куяки, Пестричинского района, может лишиться полностью своего дома. Ведь весь участок находится в пользовании ее соседки. Она же через суд просит позволить ей войти с бульдозером и расчистить территорию. О разрушительном соседском конфликте Альбина Менебаева. Дорога есть. А там ваш участок? А там у нас другая улица, вообще мы ее не касаемся. Спор из-за тропинки в несколько метров растянулся на полсотни судебных заседаний. Гульсина Ибрагимова отстаивать свою придомовую территорию уже несколько лет. Освободить два метра для дороги вынуждает соседка. А мне откуда выходить? Откуда выходить с первых дней? Для 80-летней женщины дело принципа отвоевать эту территорию. Верховный суд на ее стороне. Он вынес решение очистить участок. Ведь территория под соседским домом по решению суда в ее пользовании на основании частного сервитута. И сегодня в Пестричевском суде Асия Соберзянова уже просит исполнить решение и сделать дорогу. А вот юрист Гульсина Ибрагимовой уверен, Верховному суду предоставлены неверные данные. И вот на этой схеме вот проезд указан. И вот, пожалуйста, обратите, вот он этот проезд. Снести данное строение, обустроить здесь дорогу, таковы планы Асии Соберзяновой. Весь этот участок, включая данный дом, находится в частном сервитуте. Это целых 35 соток. И соседи недоумевают, как такой объем может быть в ее пользовании. Впереди у нас свободный участок. Так она взяла это все сервитут, оттуда хочет ездить, вот все сервитут взяла. Нам не дают ни сервитут, ни проезжать. Гульсина Ибрагимова сейчас может лишиться части своего дома. Возле него уже стояли бульдозеры. По мнению женщины, соседские споры зашли до разрушения просто из-за принципа. Суд отложил заседание до 15 января, чтобы выслушать и судебных приставов. А вот сторона Ибрагимовой намерена попытаться перевести в частную собственность спорную территорию. Альбина Минебаева, Игорь Романов, ТНВ, Истричинский район. Первый пошел. Татарстанцы начали получать новые пособия на ребенка. Согласно поручению Владимира Путина, с начала года по всей России начали поощрять первенцев. Так младенец, появившийся после 1 января, каждый месяц будет приносить маме и папе сумму, примерно равную прожиточному минимуму. Рамиль Шайдолин о том, на что же их хотят потратить первые счастливчики. Маленькая Настя из Сизнера, первая, кто родился в Балтасинском районе после Нового года. Но малышка еще не знает, что она уже завидная невеста с приданным. Вскоре младенец начнет зарабатывать почти на равных с мамой и папой. О том, что эти деньги точно не будут лишними, говорят и планы родителей. Ведь если на прежние ежемесячные выплаты они могли позволить ребенку и пеленки, и подгузники, то с новыми выплатами впору задуматься и о дорогих игрушках, и о чем посерьезнее. Например, доделать ремонт. Пока молодая семья живет с родителями, но в их планах переехать в новый дом. Он достраивается по соседству. Осталось немного вложиться и малость подрасти. Они это планируют с появлением денег средств достроить этот дом. Анастасия у нас родилась 4 января 2018 года. Свои первые деньги Настя начнет получать уже с начала февраля. Ни много ни мало, а по 8,5 тысяч рублей. А пока Настя будет расти, сможет вырасти и ее ежемесячный доход. Эта сумма зависит от утвержденного прожиточного минимума в республике Татарстан. А прожиточный минимум, он каждый год, каждый квартал индексируется. Только первые девицы на деревне, не первые в районе. Сегодня под программу в Болтосях подпадают еще шестеро младенцев. Не менее завидных женихов и невест с приданным от государства. Рамиль Шайдулин, Ринацавин, ТНВ, Болтосинский район. Территорией пользоваться можно, но вот доказать свое право гораздо сложнее. Сегодня исполком Казани прокомментировал спорную ситуацию между жильцами дома номер 9, Помусина, и владельцами кафе. Предприниматели сейчас не могут пользоваться участком земли. Вокруг них заборы и оцепления для парковки. Согласно постановлению города, 2013 года вся территория отведена жильцам. Но сегодня исполком пояснил, что в 2014 были внесены изменения. В часть территории все же перевели в общее пользование. При этом корректировки не внесли в кадастровую карту. Поэтому фактически бизнесмены имеют право пользоваться землей, но обосновать это документально не могут. Рак не приговор, а диагноз. За пять лет смертность от онкологии в Татарстане слизилась на 2%. Сегодня опухоль диагностирована у каждого сорокового татарстанца. Своевременное обследование – это гарантия не допустить тяжелой стадии рака и вовремя начать лечение. Новейшие технологии диагностики онкозаболевания оценила Алина Бережная. В Альметьевске проходил диагностику. Подтверждение получил здесь. Полтора года назад, когда оперировали простатит, врачи диагностировали у Федора Кулякова рак второй стадии. Сейчас он проходит лечение в республиканском онкодиспансере. 60 минут и все тело проверено. МРТ-3 Тесла – единственный в России сканер для онкологии. Самой современной комплектации. Такой агрегат в Казани появился летом прошлого года. Ежедневно здесь проверяются до 16 человек. Оценить процесс развития метастаз безопасной радиационной нагрузки – одна из уникальностей умной машины. А чтобы не было скучно лежать в магнитных волнах, здесь детям показывают мультики о взрослом пейзаже. Раньше мы не имели возможности строить такие исследования. То есть нам приходилось снимать частями, а то уходило больше времени и трудозатратиться. А это еще один аппарат республиканского онкологического диспансера. Всего за 60 минут он выполняет две функции. Определяет место, пораженное опухолью, а также степень распространения болезни. Многофункциональная машина позволяет выявить даже такие опухоли, которые никогда не выдают себя. Исследование с точностью до сотых долей миллиметра определяет размер очага поражений. Преимущество аппарата состоит в том, что он позволяет охарактеризовать жизнеспособность опухолевой ткани. В отличие от съемки просто на КТ или МРТ, которая позволяет выявить только структурные изменения. Такие умные машины – это гарантия обнаружить самые незначительные малые опухоли. А значит, большие шансы на долгую и счастливую жизнь. Ведь, как известно, рак на первых стадиях успешно излечим. Вы смотрите «Новости Татарстана» и вот о чем далее. Получили заветные удостоверения. Кто пополнил состав Мирового суда республики, увидел Сергей Хайдаров. Страшная авария потрясла не только Тюличинский район, но и всю республику. Они хорошие были и добрые. Как помочь четверым детям, которые остались без родителей? Альбина Слагараева. Сегодня Рустам Миниханов посетил Турцию с рабочим визитом. Президент осмотрел энергетические объекты страны. Он побывал на электростанции «Ятагана» Берекет Энерджи. Последняя занимается электроснабжением. Именно с ней планируют проработать сотрудничество «Тат Энерго». Для этого Рустам Миниханов поручил создать рабочую группу и предложил турецкой компании посетить республику, чтобы ознакомиться с инфраструктурой в области энергетики. Работают в большинстве женщины, а нагрузка как на мужчин. Сегодня в Госсовете служители Фемиды получили удостоверение из рук Фаррида Мухаммедшина. Сейчас в республике почти 200 мировых судей. Рассмотрели они только в прошлом году 7 тысяч уголовных дел. Кто пополнил их ряды, увидел Сергей Хайдаров. Сегодня мировые судьи получили свое удостоверение в стенах Государственного Совета Республики. И это очень символично, потому что именно депутаты парламента ранее утвердили их на эту должность с помощью голосования. Получать заветные удостоверения мировым судьям предстояло из рук председателя Госсовета. Алые корочки в руках 13 слуг Фемида. 9 из них получают их впервые. Для Юлдуз Гайзиддиновой сегодня все в новинку. Признается, что свою работу легкой не считает. Для женщин эта профессия безусловно сложная, потому что без поддержки близких, если не будет поддержки близких, в данной профессии реализоваться просто невозможно. Несмотря на сложность и ответственность, девушек среди мировых судей немало, а точнее больше половины. Но чтобы попасть в судейскую элиту, нужно пройти серьезный отбор. Это и возрастные требования, и связанные с тем, чтобы у человека был соответствующий стаж по юридической профессии. Это не меньше пяти лет. Обычно судьями становится где-то по 30 или за 30. Переоценить значимость мирового суда для республики невозможно, и в последнее время нагрузка на него становится все больше. Количество обращений растет. Это показатель, с одной стороны, доверия. Люди идут к мировым судьям для разрешения спорных вопросов. С другой стороны, мы должны видеть и то, что таких вопросов немало. Всего в мировых судах республики сейчас служат почти две сотни татарстанцев. Только в прошлом году они рассмотрели 7 тысяч уголовных дел. Это половина от общего количества уголовных процессов в республике. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Центральная избирательная комиссия информирует. Пять кандидатов самовыдвиженцев на пост президента страны накануне получили отказ в регистрации. Это Владимир Кузнецов, Сергей Столпак, Тристан Присягин, Виктор Черепнин и Василий Пугачев. Им отказали в регистрации в связи с отсутствием необходимых документов. Ирина Волынец не получила окончательного отказа, она имеет возможность повторно подать документы и продолжить участие в выборах. Как отметила глава Центра избиркома Элла Памфилова, претендовать на эту должность нужно тщательно изучив закон, а ЦИК всегда готов оказать методическую помощь. Ответственность лежит не только на нас, действовать строго по закону, как мы и пытаемся делать, пока не отступали от него. Но и на тех, кто претендует на столь высокие должности, тоже есть определенная ответственность. Потому что мы тратим государственные деньги, тратим время. Будьте добры, тоже более тщательно подходите к своим действиям. В регионах продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов президента. Напомним, документы в Центр избирком подали 15 самовыдвиженцев и 21 кандидат от политических партий. Для официальной регистрации самовыдвиженцев необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. А тем, кто от неопарламентских объединений, 100 тысяч. Как идет сбор подписей в Татарстане, проинформирует Салават Мухаммадуллин. Паспорт и желание поддержать кандидата. Все, что требуется в пунктах сбора. Эта точка в Казани работает уже третий день. В первый из них свою подпись за Владимира Путина здесь оставили 65 человек, сообщили волонтеры. Реальный человек, который за свои действия отвечает, мне кажется, Путин такой оптимальный вариант для меня. Стабильность, нет войны, разногласия. Работа есть, я не голодный, все устраивает. На все можно заработать, есть стабильность определенная. В Казани, Челнах, Альметьевске, Нижникамске, Зеленодольске в пяти городах республики открыты 12 таких пунктов. Работают они с полудня и до восьми вечера. Только за Путина. Я войны не хочу. Я не хочу, чтобы мои дети знали, чего-то такое страшное. Доверяю полностью нашему президенту. Доверяю и поддерживаю нашу политику. Подписи собирают волонтеры. Ильдар Галимулин один из них. Говорит, приходят и женщины, и мужчины, чаще всего от 45 лет. Самый молодой, 22 года, пожилой, 38 года. Другой претендент, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, именно он, кстати, первым получил удостоверение кандидата, от сбора подписей освобожден. Дело в том, что его партия представлена в Госдуме, как и КПРФ, которая выдвинула Павла Грудинина. А значит, последний тоже не будет собирать подписи в свою поддержку. Другие кандидаты от непарламентских объединений, как, к примеру, Ксения Собчак, должны заручиться поддержкой 100 тысяч россиян. Пункты сбора подписей у кандидата от партии «Гражданская инициатива» в Татарстане открыты в Казани и в Челнах. Как сообщили нам в предвыборном штабе Собчак, на 16.00 этого дня в республике они собрали 1326 подписей. По информации уже из штаба Бориса Титова, к двум часам этого дня у них есть подписи 100 татарстанцев. Его сторонники собирают подписи в Казани. Напомним, сбор подписей завершается 30 января. Подписные листы вместе с другими документами необходимо сдать в ЦИК не позднее 31 числа. Слава Батмухмадулина, Ишат Аюпов, Марат Сайдгараев, Альберт Шифигулин, ТНВ, Набережная Челная, Казань. Накануне по сообщению ТАС стало известно, что Сергей Кагогин, генеральный директор КАМАЗа, стал одним из трех сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина. Как нам сообщили в пресс-службе КАМАЗа, на период исполнения обязанностей сопредседателя гендиректор будет находиться в неоплачиваемом отпуске. При этом его работа в штабе не повлияет на деятельность предприятия, заверили в пресс-службе. При ношении учителю в Москве прошел концерт, посвященный памяти Фаата Мансурова, легендарному дирижеру и художественному руководителю Государственного симфонического оркестра Татарстана, дирижеру Государственного академического Большого театра России 10 января, исполнилось бы 90 лет. Почтить память маэстро собрались десятки музыкантов из разных городов и стран. Диана Газалиева из Москвы. Имя, знакомое каждому в музыкальном мире. Фаат Мансуров, легендарный музыкант, бессменный дирижер в течение 40 лет Государственного академического Большого театра страны. Татарин, который, имея множество приглашений для работы с оркестрами с мировым именем, выбрал татарстанские симфонические. Нам, его ученикам и всем, кто сегодня будет на этой сцене, не хватает его каждый день. Анна Семеновна с юмором вспоминает тот день, когда поступила на учебу к Фаату Мансурову. Поначалу маэстро скептически отнесся к идее обучить женщину мастерству дирижера, но потом свое мнение изменил. Вот это умение видеть далеко вперед, как в музыке, так и в целом в творчестве, и принесло маэстро мировую славу. Отдать должное своему учителю в день его 90-летия собрались десятки музыкантов и сотни почитателей талантов Фаату Мансурова из разных городов и стран. Он нам, студентам, ученикам своим дал задание на всю оставшуюся жизнь. Я, конечно, очень признателен этому человеку за его какую-то огромную внутреннюю силу, которую он делился с окружающими и которая, может быть, даже становится яснее спустя годы. В жизни Фаата Мансурова Москва и Казань неразрывно были связаны друг с другом. Люди, которые были близки маэстро, им самим запечатлены в художественных набросках на фотографиях. Похоронен мастер на Троекуровском кладбище столицы в 2010 году. Через четыре года по инициативе Татарстана на могиле Фаата Мансурова было установлено памятное надгробие. Дин Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. У добра нет лица, но есть имена и поступки. Вся республика подключилась к сбору средств на помощь детям, потерявшим родителей в страшном ДТП в Пестричинском районе. Начали священнослужители, поддержали артисты татарской эстрады, продолжили татарстанцы. О том, как благие дела меняют мир из Тюричинского района Альбина Солгораева. Ну они хорошие были и добрые. Соседка до сих пор не может поверить в произошедшее. Им было немного за 30. Трое детей планировали переехать в новый дом из квартиры номер 5. Не успели. Очень хорошие были, помогали всегда. Мы жили как одна семья. В то утро 4 января соседка помнит, как провожала Рамиля и Гульчачак в поездку в Казань. Попрощались у подъезда вроде бы как обычно, но оказалось навсегда. Две семьи, давлеченных и муртатиной, отправились погулять по новогодним площадкам города. Но не доехали. Лобовое столкновение с иномаркой унесло жизни четырех человек. Еще один мужчина до сих пор в тяжелом состоянии. В больнице. За погибших здесь молятся каждый день. За их детей тоже. Местные жители стараются помочь как морально, так и материально. По их инициативе был организован сбор денег. И семье давлеченных, и семье муртатинных счет открыли. И отправили по всем связям. И в интернете, и в газетах, и по телефонам. И на следующий день, альхамду лилля, хвала Аллаху, что мы собрали уже не меньше денег. Вот, например, где-то около двухсот тысяч. Сами помогли, и других призывают артисты татарской эстрады. А Брихабриев одним из первых опубликовал пост на своей странице в Инстаграме. Три года назад в аварии потерял друга. Да и ситуация такая, что остаться равнодушным просто не смог. У Татар есть такая пословица, там, что там Куджиила. Из капелек собирается озеро. Как раз-таки из таких крупинок, из таких капелек и оказывается большая помощь. Сколько смогли, столько смогли. Поддержка моральная. Если нужно, мы всегда, артисты, готовы организовать концерт. То есть поддержку таким людям. Дети погибших сейчас с бабушками и дедушками продолжают ходить в школу и детский сад. А сбор средств также продолжается. Для всех, кто готов помочь, реквизиты сейчас на экране. Альбина Слагараева, Марацет Гараев, ТНВ, Тюличинский район. О спорте и о погоде далее. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он выйдет в 21.30. До встречи. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей. И даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. На предприятии Челны Кировец полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие Челны Кировец. Легендарному трактору вторую жизнь. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финского у меня квартира от компании Юй. Мы держим цены прошлого года. Забирай Датсун в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. Зимние распродажи в салоне кожи и меха Мехополис. Скидки на норковые шубы до 50, на все пуховики до 20%. Успейте сделать выгодную покупку. Мехополис, торговый центр Эксель, 3 этаж. Сыны отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Ниссан по ценам прошлого года. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Машина упала на бок, но пилот не сдался. Экипаж Эдуарда Николаева на пути к своей цели мужественно преодолевает все преграды. Перуанские дюны безжалостны к участникам 40-го Дакара. Несмотря на осечку в начале пути, команда Николаева не просто добралась до финиша, они сделали это первыми. Ближайшего соперника Сергея Вязовича Камазовцы опередили на 6 минут. Отрыв в общем зачете у представителя Татарстана стал еще более внушительным. Однако не всем Камазовцам пока удается удачно выступать на стартовых этапах. Сотников Мордеев и Шибалов выступают не так стабильно. Позже стало известно, что организаторы Дакара изменили результаты на пятом этапе в зачете грузовиков. На окончательную таблицу это повлияло незначительно. И мы в этот уступ провалилось колесо, и мы немножко завалились. То есть даже не сказал бы, что упали на бок, а именно завалились на угол крыши. Ну конечно уже сами не могли выехать. Завершили длительное выездное турне на мажорной ноте. Хоккеисты Акбарсов в столице Латвии переиграли местные Динамо. Рижане уже потеряли шансы попасть в зону плей-офф, но не потеряли игровую мотивацию. Даже забросили динамовцы первыми. Казалось, на первый перерыв гости уйдут в роли догоняющих. И тут свое слово сказали нападающие Акбарса. Владимир Ткачев и Антон Ландер выводят команду вперед. А Шайба, Зиведа и Охтама сняли окончательные вопросы о победителе. 4-1 уверенный выигрыш Барсов. После недельного отдыха игроков ждет домашний матч с Йокеритом. По самоотдаче к ребятам с моей стороны претензий нет. С рейнерской стороны всегда находится что-то, что можно подкорректировать. К новостям волейбола. После поражения в Белгороде «Зенит» буквально разгромил следующего соперника. Под горячую руку казанцев попали игроки «Факела». Причем наши волейболисты прервали 12-матчевую победную серию команды из Нового Рингоя. Неудивительно, что наставник выпустил свой оптимальный состав. Все три партии выдались для «Зенита» успешными. Подачи наших лидеров было не остановить. Еще бы работа над ошибками должна была принести свои плоды. Самым результативным игроком матча стал Михайлов, набравший 16 очков. Уже 13 января «Зенит» завершит трехматчевую гостевую турнику в Сургуте, где сыграет с «Газпром-юброй». А дальше домашний поединок в рамках Лиги чемпионов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Холодный антициклон принесет в республику значительное понижение температур. Подробнее после полезная информация. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер». Весь январь «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. «Данил Мастер», город Казань, улица Востане, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаева будет малооблачно, днем пройдет небольшой снег и минус 11, а к вечеру столбики термометров опустятся до 22 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями. В первой половине дня пройдет небольшой снег и минус 16, а к вечеру уже 22 градуса ниже нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске будет ясно и без осадков. Столбики термометров покажут минус 17. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе, облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет снег, минус 14, а к вечеру подморозит до 21 градуса ниже нуля. На юго-западе, в Болгаре, Буинске и Држаном в первой половине дня также пройдет небольшой снег и всего 9 градусов мороза, а к вечеру уже минус 21. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет малооблачно. Днем местами пройдет небольшой снег, минус 12, а к вечеру столбики термометров покажут 20 градусов ниже нуля. В последующий день морозная погода сохранится. Одевайтесь теплее, берегите себя. В Казани малооблачно, в первой половине дня пройдет небольшой снег. Температура воздуха минус 10-12. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%. Магнитное поле земли спокойное. На дорогах кололедятся, будьте предельно внимательны. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.